Всем хорошего настроения! Сегодня у меня на обзоре очень необычный кухонный нож с сайта Алиэкспресс. И этот нож из жидкого металла. Да-да, вам не послышалось, это жидкий металл. И если кто-то не верит, ссылку оставлю в описании под видео, переходите, смотрите. В принципе, зачем смотреть на ссылку, если можно посмотреть на нож. И начинаем распаковку. Видим коробку. Коробка, в принципе, обычная, картонная, но смотрится очень необычно, поскольку она такая перламутровая, то есть, я не знаю, передает ли эта камера, как игра света происходит на вот этой покраске или вот этому напылению, что это такое, я не знаю, но очень, в принципе, необычно и красиво смотрится. И давайте распаковывать эту коробочку. Буду очень осторожно распаковывать, чтобы не разлить нож по столе. Так, открываем и смотрим, что в комплекте у нас карта. В комплекте у нас брендированная тряпочка. Какая-то инструкция или буклетик вот такой. Силикогель. Здесь у нас, как бы, пенопласт, поролон, не знаю, как это назвать. И вот он, нож из жидкого металла. Смотрится он, как на жидкий, очень цельно и собрано, как мне кажется. А достаем и смотрим, что он из себя представляет. Вот. Смотрится он, конечно, очень красиво. Эта форма мне нравится, ножа. То, что он такой большой, это будет очень удобно, как мне кажется, пользоваться с этим ножом. И смотрим, как он, что он из себя представляет, этот нож из жидкого металла. И если еще кто-то мне не верит, вот смотрите. Производитель Кэмэйк, аморфный сплав или бесформенный сплав. И как для аморфного, бесформенного, очень подозрительно, но хорошо ощущаются и формы, и границы этого ножа. Так умеют только китайцы, чтобы жидкое было твердым, а аморфное, бесформенное, имело форму. Молодцы, умеют делать вещи. И обращаю ваше внимание на твердость. Жидкий металл, очень даже неплохой твердости. Очень будет интересно посмотреть на тесты, которые покажут этот нож из жидкого металла на стойкость режущей кромки к затуплению. И на выносливость. Ну а если серьезно, нож смотрится очень хорошо. Реально очень красиво сделано все. И мне нравится эта форма лезвия. И рукоять здесь из G10. Есть вставка. Вот мозаика. Смотрится также очень красиво. Зазоров я не вижу. То есть, ручка подогнана очень хорошо. Сделано все аккуратно, красиво. Вообще претензий никаких нет. И когда берешь эту рукоять в руку, она ощущается безумно удобно. Поскольку это классическая такая рукоять, привычная. И нож как будто всегда и был в этой руке. То есть, привыкать здесь не к чему. Все очень и очень хорошо сделано и продумано. И тактильно я ощущаю приятные ощущения. То есть, вообще не к чему придраться по форме, по ощущениям, по удержанию. Сделано очень даже хорошо. И, насколько я помню, это рукоять из G10. Поэтому должна служить очень хорошо и хорошо обслуживаться. Поскольку мне нравится. В принципе, мне очень нравятся рукояти из G10. Это практично и недорого. Поэтому вы не переплачиваете за дорогие материалы рукояти. А платите исключительно за нож и за эту сталь. И, как мне кажется, вот эта сталь, это, и вернее, ее характеристики, это очень важные для того, чтобы подбирать хороший нож. То есть, обращать внимание на сталь. Но, конечно же, нож должен быть очень удобен и хорошо управляться. Но вот то, насколько дорогие материалы рукояти, меня вообще не волнует. G10 это хороший вариант для рукояти. Хорошо обслуживается, хорошо себя зарекомендовал. И, в принципе, у меня никаких претензий к рукояти с этого материала нет. А вот что касается вот этого аморфного бесформенного металла, или, вернее, сплава, вот здесь интересно. Какие характеристики будут показывать... Какие характеристики покажет вот этот металл в резе? Смотрите, это впервые. В принципе, я такого еще не замечал. Но мне кажется, что эти подводы полированы. То есть, я вижу зеркало такого за китайскими ножами. Да, в принципе, за любыми ножами я не замечал. Обычно просто видна риска и какая-то там заточка. А здесь, смотрите, видите, зеркало. Это первый нож с зеркальной полировкой подвода. Сейчас мы посмотрим, как он режет, в принципе. Но сначала давайте... Нет, давайте посмотрим, как он режет, а потом посмотрим, как его говорит. Газетная бумага. Режет он хорошо. И такой нож, конечно же, перетачивать не стоит. Просто отправляем на кухню и работаем. Удивляет то, что здесь зеркальные подводы. Я могу, конечно же, взбодрить этот нож, то есть, сделать его еще острее. Сделать несколько проводов, например, по мусату или по коже. Я думаю, он будет еще острее. Но и так вроде бы все хорошо режет. Так, что это было? Давайте попробуем проверить остроту заточки. Вернее, равномерные заточки по всей длине режущей кромки. Так, немного на пятке я ощутил какой-то участок, там буквально один сантиметр. Не такой острый, как по всей режущей кромке. И немного вот здесь, на кончике ножа. А также не такой острый участок, где-то на полтора сантиметра. Нет, даже сантиметр где-то вот здесь не так хорошо проточено, как другая часть, остальная часть режущей кромки. То есть, здесь и здесь есть небольшие недочеты в заточке. А так, в принципе, неплохо заточен. Конечно же, я его затащу лучше. Но удивляет то, что подводы практически зеркальнее. Ну, а теперь давайте посмотрим на габариты этого ножа. Полная длина ножа 34,3, где-то так. Полная длина лезвия по кромке где-то 21. Вот так, уже определяйте сами. До начала G10 23, а до начала вот этого подъема 20,5. Так. Высота лезвия практически 6,5 и 8. Хорошая ширина. Мне нравятся вот такие широкие ножи, кстати. Так, что еще? Давайте его толщину в обухе посмотрим. 2,1. 2,0. И вот небольшой спуск от этой точки. Нет, вот этой. Уже начинается спуск на острию. И сведение у нас здесь будет, наверное, 0,2. Мне кажется, поскольку достаточно широкие вот эти подводы. И даже... Нет, 0,2. Сведение 0,2. Посмотрим еще здесь. А возможно, все же и 0,3. Так, тяжело попасть вот на край кромки. Вернее, на плечи подвода. Так, еще здесь. Нет, 0,2. Спуск здесь... Здесь сведение, вернее, здесь 0,2. Вес ножа 270 грамм. Итак, что я могу сказать о ноже? Мы сейчас его отправим на кухню. То есть, попробуем попользоваться этим ножом. Но сейчас я хочу сказать, что внешний вид мне очень понравился. Мне понравилось удержание этого ножа вот сейчас. По крайней мере, на этом этапе. Понравилось качество материалов, понравилось тактильное ощущение, понравилось то, как он сделан. В принципе, вообще нет никаких претензий. Очень, конечно же, интересно увидеть этот нож на тесте будет. И узнать, какие же характеристики по стойкости режущей кромки к затуплению. И по выносливости покажет вот эта жидкая сталь. Или аморфный сплав. Бесформенный. Умеют китайцы, конечно, заинтриговать, как-то заинтересовать. И у них получилось. Поскольку я, когда увидел вот эту сталь, обязательно решил заказать и показать вам вот этот нож на обзоре. Ну, а теперь дожидаемся теста на кухне и будем делать выводы по ноже. А тестировать нож я буду на вот этих продуктах, которые вы сейчас видите в кадре. Делать я это буду молча. И после вот этого теста вернусь к вам и поделюсь с вами своими ощущениями. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok Но в любом случае это мы тестировали заточку от производителя Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok И это радует, но вот финиш. Вот я хотел взять мусат, но не взял, поскольку это был тест заводской заточки. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Алиэкспресс. Добавил субтитры DimaTorzok 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 В принципе, даже если посмотреть на твёрдость, очень даже неплохо. И, конечно же, будет очень интересно посмотреть этот нож на тестирование и какой он результат покажет. На этом всё. Всем спасибо, хорошего настроения и до свидания.